МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Полосков Павел Петрович", ветеран Великой Отечественной войны. Родился в 1923 году в городе Киринск Иркутской области. Воевал в 518-м гвардейском артиллерийском полку 22-й дивизии 39-й отдельной разведроте. Награжден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы. Уже Витлер подходил к самой Москве, со стороны Подольска. Там они сначала погорели город Калинин, а потом от Калинина на их войска пошли на Москву. Были переброшены. Вот мы в эту шоку попали. Я там легко ранила, пулевой в ногу. От Москвы отогнали. Меня положили в госпиталь. Через неделю пришел Михаил Иванович Калинин, придет ордена и начал нас награждать тому. И мне сразу тут присвоили звание лейтенанца за ворону Москвы. Ну и вот потом я пешим, с автоматом, всяким путем, значит, прошагал до Курской дуги. И потом, когда, значит, в 43-м году началась эта эпоха, прорыв после Курской дуги, она же была сильно укреплена. В 15 рядов стояли в местах эти оборонительные траншеи. Никак не могли ничего там пробить. До этого, значит, мы там провели небольшую подготовку. И потом нас сколько раз пробовали части прорвать оборону. Все было неуспешно, значит, получалось. Потом нас отобрали, значит, 40 человек в боевых разведчиках. И нам дали еще 40 человек в строкняках, значит. И вот мы эти 80 человек, значит, начали проводить этот прорыв. Так, значит, шоперы нам, значит, накануне, значит, там было поле заминировано все. У них сделали новый проход. И мы по-ползунски, значит, добрались до их обороны. Еще один тихонечко. И вот уже дело доходилось до схватки. И один, значит, из нас солдат подорвался на меня. Ну, и получилась у них тревога. Они, значит, там поднялись, значит, на бутыбые все. Начали палить из пушек, значит, по нам, значит, рассветили нас. И тут все дело было, это на рассвете. Но мы прорыв и делали. Начали закидывать траншеи гранатами. Значит, некоторые начали перебираться в окопы. И мы их в первой линии выбили. Захватили, значит, правда небольшую территорию. Но сделали небольшой коридор. И за нами, значит, и села воинская часть. Поэтому по нашей тропинке. Значит, дальше я там, конечно, ничего не помню. Меня оглушило снарядом. В пять метрах разорвался снаряд. Ногу оторвало снарядом. Оглох и ослеп. Потом, значит, увезли меня, значит, что-то, с передовой, на маленьком самолете. Тогда были, значит, кукурузники. Большие-то они садились в ряд. А вот этот кукурузник, у них, значит, на крыльях были ящики сделаны, как гробы. И вот нас по этому, по одному человеку, этот ящик на обои крылья, увезли, значит, увезли в город Тропец. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»